Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Инкоу, 11 июня Мы возвратились в Дашичао вечером, часов в одиннадцать Привезли раненых от Мищенко Сегодня у него был бой и хороший Ранен полковник в плечо и два солдата, не тяжело Идем ужинать За ужином на веранде мы сидим, едим, пьем квас и разговариваем Конечно, о текущих делах Рядом со мной саперный подполковник Спиридонов Тот самый, который провел после перерыва поезд в Порт-Артур Это смуглый брюнет, напряженный, ищущий и жадный захватить одно, десять, двадцать И таких же, и новых, каких угодно, самых отчаянных дел В этом не может быть сомнения при одном взгляде на него В его ведении теперь поезда и линии в сфере соприкосновения с неприятелем На этом основании он предъявляет нам маленькую претензию Почему мы не взяли у него офицеров-провожатые? Да позвольте, мы ничего не знаем о вашем назначении Что ж, Святым Духом мы должны это знать? Ну вот вы уже обижаетесь А попадись вы с поездом к японцам, кто ответил бы? За ужином все примирились И подполковник рассказал комичный эпизод, бывший с ним под Бафангоу Интересуясь боем, он с несколькими агентами дороги Отправились пешком на горы, чтобы лучше видеть оттуда Все они были в белых кителях И японцы, приняв их, вероятно, за начальство Открыли по ним пальбу из пушек Снаряды стали рваться и над головой, и по бокам, и впереди, и сзади А-Х, один мирный житель, с соблазненной компанией Начал такой как вок танцевать, что и теперь, слушая полковника Ужинавшие умирали от смеха Ну, конечно, драло кто как мог в рассыпную Мы с Эр бежим А вдруг видим лошадь бессадника Прекрасная лошадь, отличное седло Я к ней, Васька, Васька, пррр, прр, Васька И хватит ее за повод Ну, теперь я тебе покажу, какой ты Васька Вскочил, Эр кричит Меня возьмите Посадил его сзади И начал этому Ваське всыпать Эр кричит Тише, тише, разобьете у меня все По военному времени ничего бьющегося не полагается Подскакиваем к семафору Генерал Самсонов Я говорю, Эр Слезьте, неловко, надо честь отдавать Обхватил меня Ни за что, разбили все, да еще слезай Ну, так и подъехал к генералу Лапу к козырьку Это что за лошадь у вас? Так и так у японцев отбили У каких японцев? Это лошадь полковника, начальника моего штаба Ну, что ж, с чужого коня среди грязи долой Слезли Смотрим, и полковник идет Оказалось, что один из снарядов, разорвавшийся близко Напугал нашего Ваську Он шарахнулся, взбился на дыбы Упал с полковником, а потом скачал и ускакал Мы, кончая мужем, прощаемся с любезным хозяином И идем в наши вагоны Пока мы спим, поезд привозит нас в Инкоу Утром ко мне заглядывает Николай Александрович Демчинский И кричит своим мощным голосом Будет рыхнуть, вставайте! Вы какими судьбами здесь? Какими судьбами? Бодай вас, комар, левым копытом! Уехали, ничего не сказали Но шесть часов без папироса ставили Ведь мы же условились, в котором часу уйдет поезд Еще час вас ждали Ладно, ладно, вставайте Являлись? Все сделал Николай Александрович рассказывает о своих визитах Между прочим, ему поручено, если это возможно по имеющимся данным Определить погоду в июле В Мукдене, Леояне, живут старожилы-англичане Семилетние данные имеются у дороги Вот к вам и направил меня генерал Обращается Николай Александрович К Степану Николаевичу Новое, значит, начальство Благодарим О, да-да-да Я вас подберу Да уже подбирать нечего Только успеваю во все стороны поворачиваться Да прикладываться к козырьку Слушаюсь Во сне и то Только и снится, что Слушаюсь Зовет начальство Вы что себе думаете? Если провиан сгниет от дождей Что армия будет есть? Три тысячи шестьсот квадратных сажен Дополнительных помещений должно быть готово Кратчайший срок Слушаюсь С пятнадцатого надо одиннадцать Воинских на нижние участки С двадцатого шестнадцать Смотрите, не остановите все дело Уголь, уголь, уголь Помните, первые поезда в Порт-Артур Слушаюсь Дрова, давайте дров Где у вас дрова? Еще помещение Те-те-те Да у вас шпалы сгнили Берите откуда хотите Все сменить Батюшки, а кюветы Кюветы совсем заплыли Да что же это? Вы посмотрите только Посмотрите Солома, окурки, бумажки Да вы понимаете Все значение Хорошего санитарного состояния армии? Ведь впустите болезни Тогда уже поздно будет Пятьсот человек ежедневно Пять-десять тысяч Но чистота везде Где войска должна быть идеальная Я думал, что хоть здесь Часа на три отдышусь И вот на тебе И Степан Николаевич Комично раздвинув пятерню Говорит унылым голосом Николаю Александровичу Слушаюсь Да уж, пожалуйста А я буду вас иметь в виду Так что виды все отдали уж А насчет нужных вам сведений Не сумлевайтесь Все их вам через три дня Предоставим И распоряжение на глазах Нашего превосходительства Сейчас же дали по телеграфу Об одном почтительнейшая просьба Ежели бить будете Так не в зубы только Как видите Два, да еще передних потерял Так опасаясь Как бы до окончания войны хватило И если вешать Так за шею Но если ваша ласка Да, надо, надо вас учить Нас дураков не учить Так кого же учить А наше дело солдатское Слушаюсь И да раз стараться Ну так вот Мы выходим на платформу Инкоу Одиннадцатого июня Продолжение Ветренное утро Плоская равнина Плоская даль С шоколадными волнами Ляохе Маленькое станционное здание Из серого кирпича С надписью Инкоу Пустота кругом Как брошенная усадьба Где живет только сторож Да и того никогда не увидишь В остасаженях Устье Ляохе Ветер рвет И клонит паруса Шныряющих джонок В пыльном тумане Вырисовывается На другой стороне Плоский городок Нючуан Это европейская часть города Китайская Где-то там За теми столбами И тучами Из мелкой Желто-серой Как и цвет воды В Ляохе Пыли Ветер противный И мы решаем Ехать туда на лошадях А обратно По ветру На лодке В двухколесных Китайских каретках Запряженных Плотными Мулами С остриженными Гривами Мы рассаживаемся Подвое Один внутри Другой на облучке Рядом с кучером Я знаком с этими Каретками без рессор В девяносто восьмом году Проехал в них От Виджу До порта Артура И потому Сажусь на облучок Адам Иванович Залезает внутрь И пытается заснуть Но едем хоть и шагом Толчки такие Что и привыкший Ко всему Адам Иванович Спать не может И владея Немного китайским языком Вернее Русско-китайским Жаргоном Помогает мне Разговаривать с кучером Кучер наш Милый молодой китаец Если бы не бритая Половина головы И не эта коса Никто не отличил бы его От стройного Итальянца-юноша Жизнерадостный Ласковый Он учит меня Как здороваться С проходящими китайцами И я повторяю за ним Слова приветствия И мне весело кивают Головой А мой возница Говорит Шанго Шанго Какое-то Русско-монголо Китайско-маньчжурское слово Смысл которого Хорошо Слово употребляемое Только в разговоре С русскими Проезжаем Мимо стоящего У пристани Брошенного парохода С задним колесом Какой-то Нашей компании Похо Говорит китайц И корчит Пренебрежительную рожицу Значит Нехорошо Дальше стоит Черный Мрачно задумавшийся Над своей долей Сивуч Наша канонерская лодка Шанго Говорит китаец И заглядывает Мне в глаза Бжжжжжд И я показываю Пальцем вверх Он смеется И отрицательно Мотает головой Шанго И еще что-то Говорит Шедловский Переводит Говорит Что не придется Взрывать Что русские Победят Говорит Что русские Лучше У русских Денег больше И настоящие Деньги А у японцев Своих денег Нет Также русские Но ненастоящие Китаец смеется Кивает головой Говорит «Похо! Жапон похо! Русско! Шанго!» Пыль несносная. Ветер так и рвет вывески у китайских лачуг, лавочек. Мы едем каким-то длинным предместем. Группы китайцев сидят у лавочек. Едут наши солдатики на двукулках. Правит, ружье со штыком за спиной, едет в этой необычной обстановке, очевидно, уже привык и едет, как ехал бы где-нибудь в тульской усадьбе верхом на бочке, равнодушный к привычным впечатлениям. Степан Николаевич подходит, идя рядом, говорит. «Помните вчерашнюю поездку? Кто едет? Летюча почта». «Ночь. Никого нет. Кругом японцы. Скачет. Летюча почта». А старшой Степанов. «Никифоров. Как звать бишь город, где сражение будет?» «Ульянов». «Да-да, Ульянов точно». «Ляоян? А кто его знает? По-нашему Ульянов, что ли?» А соображение насчет стрельбы японцев. «Лошадь убить норовит, а солдата, видно, живьем охота захватить». Казалось бы, совсем наоборот. Потому и ранит все больше в ноги. И все это просто и ясно. И все это в трех шагах от этого самого японца на том месте, где приказано стоять и ждать дальнейших распоряжений через эту самую летючую почту. А завтра его убьют. И другой Степанов уже будет так же дожидаться где-нибудь летучей почты. Так же налажено, как будто всю жизнь только так и ждал, и всю жизнь только так и скакала эта летучая почта. Вот пусть и повоюет с такими молодцами японец. И там разбил, и там, и флот. Кажется, в дребезги раскатал, и опять флот, как ни в чем не бывал. А может быть, там уже опять плывет. И сильнее ихнего флота, и скачет опять летучая почта. Степанов стоит, и хоть ты кол ему на голове чеши, хоть убей его, вместо одного, два, три вырастет таких же готовых, как угодно, подставить свой лоб. Кто тут не верит в победу? Сперва я думал, что вздуют, но теперь... Впечатление такое. Какой-то слабосильный человек, нервный, не выдержал и задушил изо всей своей силы какого-то ленивого верзилу. Раз, два, три, судорожно, нервно, удар за ударом, а верзилы уже на ногах. И в результате покушение с негодными средствами. Широкие замыслы и мизернейшее выполнение каждого задуманного плана. И пушки наши оказываются лучше, и ружья. Еще несколько новых приемов. И тогда что ж? Мир в Токио. Начинаю и этому верить. Чем больше присматриваюсь, тем больше верю. Начинаются европейские дома все из того же темно-серого кирпича с темными крышами. Мы останавливаемся у садика и рассчитываемся с извозчиками. Сколько? Из садика мы проходим на набережную. Слишком громкое слово. Маленькие домики придвинулись совсем близко к воде, и для прохода остается всего саживание полторы. И без вывески на русском языке, что езда на лошадях воспрещается, здесь все равно, иначе как пешком не пройдешь. Какой-то иностранный пароход стоит, множество джонок. Что это, машет рукой Сергей Николаевич? Вы бы в мирное время сюда приехали. Это сплошной лес из мачт. До сорока тысяч джонок собирается. А вот английский магазин, страшно дорогой, с разными остатками очень сомнительных по качеству товаров. И раньше, очевидно, был наполнен этот магазин дешевкой браком, а теперь остался уж только брак от этого брака, но по тройной цене. Вот Манчургаус. Двухэтажное здание, ресторан и гостиница. Первый завтрак, второй завтрак, five o'clock, обед. Кормят недурно обед, семь блюд. Мы попадаем на первый из двух блюд. Яичница и отбивные котлеты. Через час второй из пяти блюд. В большой комнате прохладно, столики, чистое столовое белье, громадные во всю комнату, опахало движутся над головой, и с каждым их движением нас опахивает свежая струя воздуха. Все как-то сразу располагает к покою и отдыху. Хочется есть, оставив все мысли и заботы. И мы едим. Нам прислуживают молодые китайцы. Вежливые, расторопные. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс». 1916 год.